У нас женщина писала с 31-го дома, что ребенка действительно на ее глазах чуть здесь не задавили. Просто действительно машина его не видит, он шел сзади и чуть не произошел наезд. Но, слава богу, все обошлось. Главный вход в 136-ю школу. Опасное место. Рядом супермаркет. Подъезжают грузовики, разгружают продукты. А в это время тут же идут на учебу школьники. Образовательное учреждение сдали три года назад. Но родители не понимают, кто дал социальному объекту зеленый свет. Разводят руками и юристы. То, что мы видим сейчас, это вообще недопустимо. Потому что это в первую очередь безопасность детей. Если на случай возникновения пожара видится, что и пожарные машины с трудом могут проехать с учетом стесненных условий, которые там есть. Спустя некоторое время руководство школы повесило на центральные ворота замок. Дети так и продолжают ходить. Тем более сейчас не все знают, что здесь вход закрыт. Они в итоге идут сюда, смотрят, что вход закрыт, разворачиваются и ищут другие входы в школу. Один из ближайших безопасных, но пока неблагоустроенных входов лежит через газон. Представляете, это просто участок земли, который газон. Здесь газон выращивали, поливали две недели, я из окна смотрел. И сейчас начнутся дожди, здесь будет грязь по щиколотку. Зимой, естественно, тут никто не чистит. Потому что здесь газон, смысл чистить. А дети ходят все равно здесь. Грязные, холодные, мокрые, неважно. Дети проходят здесь, потому что здесь короткий путь в школу. Просят родителей, чтобы вот здесь сделали тротуар, чтобы дети... Да, да, да. Как вы думаете, целесообразно здесь как-то благоустроены? Конечно, дорожку сделать и там вот этот кусочек прямо заасфальтировать. Конечно, хочется, чтобы все облагородили. И участок земли, и непосредственно сам вход в школу неблагоустроенный. Но по многочисленным просьбам родителей, вход засыпали щебнем. Правда, выглядит это все как полумера, а полноценный тротуар администрация города не обещает. Мол, иначе это будет не целевое использование денежных средств. Участок принадлежит не школе, а многоквартирному дому. Для того, чтобы его установить, необходимо согласие всех собственников этого дома. О том, чтобы возможно было организовать там проход проезд. Если в добровольном порядке они откажутся, то сервитут устанавливается в судебном порядке. Но в судебном порядке будут рассматриваться и иные варианты. Иными словами, жильцы дома на Балтийской 104 на общем собрании большинством голосов должны проголосовать за благоустройство и определить источники его финансирования. Либо скидываться самим, либо настаивать на том, чтобы комитет по образованию города все же выделил деньги на комфорт, от которого в конечном счете зависит и детская безопасность. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.